Дело в том, что мне часто задают вопрос, какую гитару выбрать, там вот эти все. На самом деле, что эта техника, что другие виды техники, здесь нет никакого критерия, что ли. Вот эта гитара будет звучать, не будет. Вот, кстати, вот этот Пол Ридсмит, на котором я играл, я первый раз на ней играю вообще тейпингом. Это вообще гитара предназначена для того, чтобы играть в рок-группе на больших площадках. То есть она такая пробивная. А вообще на любой гитаре можно играть тейпингом? Или есть какие-то ограничения? Ну, вообще на любой. Но, как вы понимаете, если вы придете в кузницу, я вот, допустим, в Вологде, меня привели там ребята к кузнецу к одному уникальному. Он делает такие, ну, уникальные вещи. И я посмотрел, у него очень-очень много молотков. Ну, молоточка. Вот от такого маленького до такой кувалды. Вот каждая кувалда, каждый молоток предназначен для своих целей. Вот если, допустим, ты в рок-группе с барабанами там, то, конечно, гитары должны быть соответствующие. Для этого стиля. Если ты играешь в шансе... По внешнему виду или по каким-то другим параметрам? Ну, они, конечно, и по внешнему виду отличаются. Допустим, вот Лес Пол. Это такой был джазовый гитарист Лес Пол. Я так понимаю, что это вот аналог, да, классического гипсона Лес Пол, да? Да, это гитара фирмы Jet. Замечательная, кстати, фирма. Но я тоже очень был удивлен, когда я выбирал себе инструмент для того, чтобы ездить на гастроли и не таскать с собой дорогие мои гитары. Мне нужно пару таких, ну, более дешевых, чтобы мне не жалко их как бы было, разбить где-то. Но оказалось, что это вполне рабочий инструмент. И я вам сейчас просто это докажу. Вот, и дело даже не в этом, что сейчас дошло, техника гитаростроения дошла до такого уровня, что технологии настолько отработаны, что, в принципе, на любой гитаре можно создавать, ну, то есть нормально играть, работать. Единственное, чтобы на ней, чтобы не было конструктивных дефектов. Чтобы не было она конструктивно бракованная. То есть если она не бракованная, на ней уже смело можно работать. В магазине надо ее подробно всю пощупать, проверить, строят ли данные взоры. Конечно, и некоторые говорят, вот, причина моих неудач. Плохой инструмент. Да, плохой инструмент не звучит. На самом деле это не так. Плохому танцору... Мы знаем, да, что нет плохих инструментов, нет маленьких ролей и так далее. Вот эти гитары фирмы Jet, я вас уверяю, чтобы их перерасти, чтобы сказать, что мне... Я перерос, мне нужно что-то дальше. Это очень-очень много лет на это надо потратить. Кстати, вот у нас сегодня в гостях Тимур Ведерников, известный гитарист-виртуоз. Я предлагаю пригласить его сейчас на эту сцену. Во-первых, потому что это прекрасный наш друг и гитарист. Привет, Тимур. Привет, Тимур. А во-вторых, кто, как не он, сможет подключиться продуктивно к нашему разговору о разных инструментах, о двуручном тэппинге. И, может быть, даже пощупает одну из этих гитар. Но надеюсь, что вы что-нибудь избацаете, конечно. Ну, Тимур у нас специалист... Может быть, вот эту полуакустическую? Да, у нас Тимур специалист по акустическим гитарам. А вот эта гитара, она как бы... Ну, я считаю, что это какая-то качественно новая ступень в развитии. То есть, с одной стороны, это акустическая гитара, а с другой стороны, это электрогитара. Это как бы две системы в одном флаконе. Сразу вопрос. Удобна ли такая гитара для двуручного тэппинга? Ну... Сейчас проверим. Нормально, можно играть. Подходит ли двуручного тэппинга? Ну, видите, как вот... У нас даже четырехручный получился, в принципе. Просто у нас две руки были еще не заняты. Добрый вечер всем. Здрасте. Ну что? Ну, во-первых, прежде чем вы что-нибудь сыграете, я хотел бы, чтобы ты рассказал о том, какие ты выбираешь инструменты. Ну так, вкратце, по каким параметрам? Как я себе выбираю инструменты? Честно говоря, у меня с этим происходит немножко по-другому. Я почему-то сначала, вот когда мне нужен инструмент, я беру самый дорогой. Я понимаю, что это невозможно. Но так получается, что либо как-то вот у меня так появилась моя гитара Тейлор, мне ее подарил очень хороший человек. А вот та гитара, на которой я играю концерты, это токамин, который я абсолютно случайно зашел в магазин, мне нужен был чехол для гитары. Вот, и я увидел этот инструмент. Нет, нет, я просто, а мне говорят, а посмотри, а тут с ламповым предусилителем. Я посмотрел и так загорелся, что вот где-то через неделю я его взял. У меня, честно скажу, у меня нет такого, что мне надо очень много гитар. Мне достаточно, то есть на концерте одной гитары. В принципе, сейчас планирую, чтобы было бы две акустические гитары, потому что есть просто разный строй, и чтобы не перестраиваться во время концерта. Вот, но действительно сейчас часто приходится выбирать гитары для друзей, там просят помочь. И я хочу сказать, что сейчас действительно гитаростроительная промышленность шагнула далеко вперед. И, в общем-то, то, что раньше считалось, что вот это там невозможно играть на китайских, корейских инструментах, вы знаете, возможно. Потому что действительно, если внимательно посмотреть, да и, в общем-то, действительно, сами компании уже следят, ведь по большому счету все равно. На одном заводе все делается, да. Просто здесь как бы без обман написано, что это джет, да, и все, никакой-нибудь не лес пол. Но просто надо смотреть внимательно, вот. И чаще всего в магазинах работают вменяемые люди, которые могут вам посоветовать, что и как. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok